Мы начинаем с доклада «Опасность или эффективность антиаритмической терапии». Выступает Андрей Валентинович Сыров, доцент кафедры врачебной практики РУДН. Пожалуйста, включайтесь, а я, соответственно, выключаюсь. И потом вопросы. Я напоминаю вопрос, пожалуйста, пишите в наш чат. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, Павел Андреевич, спасибо за приглашение. Тема нашей сегодняшней встречи – безопасность и эффективность антиаритмической терапии фибрилляции предсердий. Это нарушение ритма, которое встречается очень часто, и мы постоянно видим и на амбулаторном приеме, и встречаемся с этими пациентами в стационарах. И очень часто идеологию фибрилляции предсердий определить не представляется возможным. Однако, для того, чтобы поставить диагноз фибрилляции предсердий, мы должны зарегистрировать эту аритмию длительностью не менее 30 секунд. Классификации фибрилляции предсердий все знают, но я напомню, это впервые неагностированная, пароксизмальная, когда пароксизм не дольше 7 дней, независимо от метода восстановления ритма, персистирующая длительностью более 7 дней, длительно персистирующая более года. Но мы все-таки склоняемся к стратегии контроля ритма, и, наконец, постоянная форма, когда мы не хотим или не можем восстановить сердечный ритм. Вы скажете, а что же делать, если была постоянная форма, и вдруг ритм восстановился? Тогда мы поменяем диагноз постоянной формы на персистирующей. Вот вы видите на ЭКГ фибрилляцию предсердий, но, как бы, легко сказать, но трудно сделать. Очень часто наши пациенты жалуются на короткие эпизоды какой-то ритм, а зарегистрировать мы не можем. Сейчас есть целый ряд приспособлений, которые можно использовать в домашних условиях. Вот одно из таких приспособлений приставку кардио, вы видите, вот она снизу, два небольших металлических контакта, и все это выводится на обычный телефон. Сейчас у китайцев есть несколько подобных вариантов, и через интернет купить это можно, и тогда пациент, который не знает, что за нарушение ритма, в этот момент может его зарегистрировать, показать врачу, и диагноз будет поставлен. При фибрилляции предсердий есть две стратегии. Это контроль частоты, когда мы применяем так называемый пульс-ритм, урежающую терапию, и контроль ритма сердца, когда мы ритм синусовый восстанавливаем и пытаемся сохранить. И для этого назначаем антиритмические препараты, или проводим инвазивное лечение, абляцию, или если пациенту проводится кардиохирургическая операция, то параллельно проводится изоляция легочных вен, или операция лабиринта. А как же понять, что в данной ситуации лучше, восстанавливать ритм или нет? В последних европейских рекомендациях даны такие советы. Почему советы? Потому что четких рекомендаций нет. Если возраст более молодой, если это первый пароксизм или анамнез фибрилляции предсердий не превышает года, почему я скажу чуть ниже, если развивается тахикардия, индуцированная кардиомиопатия, если нет выраженного увеличения размеров левого предсердия, четко они нигде не оговариваются, если отсутствует серьезная коморбидность или сердечно-сосудистые заболевания, если возникают трудности в контроле частоты сердечных сокращений, если фибрилляция предсердий спровоцирована острым заболеванием, и, наконец, если пациент склоняется в пользу контроля ритма, мы следуем этой стратегии. Опять же, повторю, назначая антиритмические препараты или проводя абляцию, хотя вполне возможно и комбинированная терапия, проведение абляции и параллельно назначение антиритмических препаратов. Выраженность симптомов фибрилляции предсердия мы определяем по шкале ЭХРА. Первый класс симптомов нет, четвертый класс инвалидизирующие симптомы, остальные классы промежуточные. Однако это нам мало помогает при пароксизме, потому что вы знаете, что в первые часы, в первые дни самочувствие пациента плохое, и нам приходится ориентироваться на другие критерии. Последнее время мы склоняемся в пользу больших усилий для борьбы в поддержании синусового ритма. И в эту копилку были результаты исследования ИСТАФНЭТ-4 2020 года. 135 центров, 2789 пациентов с так называемой ранней фибрилляцией предсердий. Почему ее так назвали? Потому что анамнез не должен был превышать 12 месяцев, а среднее время с момента постановки диагноза фибрилляции предсердий составили 36 дней. Вот откуда взялся год, о котором я вам сказал. Средний возраст пожилой 70 лет, время наблюдения длительное более 5 лет. И смотрите, кто был включен. Возраст 75 лет или старше, и перенесенная ранее транзиторная ишемическая атака или инсульт, или два критерия. Возраст старше 65 лет, и вы видите серьезную коморбидность, сердечная недостаточность, гипертензия, сахарный диабет, тяжелый ИБС, выраженная хроническая болезнь почек, или выраженная гипертрофия левого желудочка. То есть это те коморбидные пациенты, которым ранее мы обычно выбирали тактику контроля, контроля частоты сердечных сокращений. И какой же результат был получен? Посмотрите, через 5 лет Сердечно-сосудистая смертность была достоверно меньше в группе контроля ритма. То есть назначение антиаритмических препаратов не повлияло на смертность. А наоборот, сохранение синусового ритма привело к улучшению прогноза у таких серьезных коморбидных пациентов. Еще один очень интересный метаанализ 2019 года. Это пациенты с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью сохраненной фракции выброса. Более того, она была 55 или выше. А вот средний возраст 82 года. Эти пациенты попадали в стационар, и дальше анализировалась база страховых компаний. Естественно, у большинства пациентов, у 13 825 была выбрана тактика контроля частоты сердечных сокращений. То есть пульсурежающая терапия, как мы ее понимаем. И только у 1857 пациентов проводился контроль ритма. Характеристики групп были сходные. Это были, безусловно, коморбидные пациенты. Очень часто у них, видите, встречалось ИБС, сахарный диабет, гипертония, почная недостаточность, тяжелые бронхоабструктивные заболевания. И какой же результат? Через год общая смертность оказалась ниже при контроле ритма. Видите, какая разница? 37,5% общая смертность при контроле частоты, и 30,8% при контроле ритма. Даже у таких пожилых пациентов, а точнее даже пациентов старческого возраста, контроль ритма оказался выигрышный. Но вы скажете, это понятно. Но это такие пациенты, что им попробуй что-нибудь назначить. Ведь нам надо быть уверенным, что это лечение будет безопасно. А как же обеспечить безопасность лечения? Давайте обсудим эту тему. Первое. При тяжелом органическом поражении сердца, которым применительно к антиаритмической терапии относятся фракции выброса левого желудочка менее 40, гипертрофии левого желудочка 15 мм и больше, нестабильное течение ИБС или перенесенный, достоверно подчеркну, перенесенный, инфаркт миокарда в анамнезе, назначение антиаритмических препаратов противопоказано, за исключением аммиадарона, препарата, у которого масса вне сердечных осложнений. Кроме того, мы не можем назначать антиаритмические препараты при удлинении интервала КУТЭ коррегированно более 500 мс, при выраженной сенатриальной АВ-блокаде, при выраженной бардикардии менее 50, и при подозрении на синдром слабости синусового узла. Хотя в такой ситуации возможна установка кардиостимулятора, и тогда мы можем проводить антиаритмическую терапию. И, конечно, перед назначением антиаритмического препарата мы обязаны сделать ЭКГ и еще раз оценить эту кардиограмму и, в первую очередь, интервал КУТЭ и ширину комплекса КУРС. А что же мы будем делать, если мы назначили антиаритмические препараты? Практически для всех антиаритмических препаратов, кроме аммиадарона, мы должны проконтролировать ЭКГ через день и еще через 2-3 дня и оценить интервал КУТЭ, ширину комплекса КУРС и интервал ПКУ. Для аммиадарона аналогичная оценка проводится через неделю и через 4 недели. Почему? Потому что действие аммиадарона отсроченное, он сначала накапливается в крови, в жировой ткани, только потом в сердце. То есть действие препарата начинается достаточно медленно. Посмотрите, препараты первого С-класса, к которым относятся пропифенон, а вопенин это цизин, в первую очередь могут расширять комплекс КУРС. Расширение комплекса более чем на 25% требует отмены препарата или уменьшения дозы с контролем ЭКГ. С-сотолол и аммиадарон препараты третьего класса удлиняют интервал КУТЭ и удлинение интервала КУТЭ более 500 миллисекунд, аналогичное действие отмена или уменьшения дозы с контролем ЭКГ. И мы понимаем, что те препараты, которые удлиняют интервал КУТЭ, у них риск проритмий в принципе будет больше. Если на фоне применения антиритмических препаратов, кроме указанных только что изменений на ЭКГ, появятся желудочковые частые нарушения ритма, например, желудочковая экстраситалия, пробежка желудочковой тахикардии, разовьется высокостепенная синатриальная или АВ-блокада, появится пауза более секунд или брадикардия менее 40 в одну минуту, то целесообразно препарат отменить или в отдельных случаях дозу уменьшить с очередным контролем. А если понадобилось заменить препарат, пациент уже принимает какой-то антиритмический препарат, он не помогает, и нам нужно назначить другой. Как произвести эту замену и произвести максимально безопасно. Для того, чтобы такая замена была достаточно безопасна, необходимо не менее двух-трех периодов поуведения заменяемого препарата сделать перерыв. Алопенин и этоцезин действуют коротко, пропофенон, в общем, тоже достаточно коротко, поэтому при отмене алопенина и этоцезина новый антиритмический препарат мы назначаем на следующий день. Пропофенон лучше сделать сутки перерыв. Сотолол не менее полутора дней. И, конечно, перед назначением нового препарата крайне целесообразно сделать еще раз ЭКГ и посмотреть, оценить интервал КУТ и ширину комплекса КУРС. Для миодорона такой схемы не существует, потому что препарат в организме находится очень длительно. И когда можно заменить препарат, сказать сложно. Но мы точно знаем, что чем короче будет промежуток времени, тем меньше риск рецидива аритмии. Но чем быстрее мы заменим его, тем больше будет риск лекарственного взаимодействия. Есть разные данные. Все зависит от того, какие изменены ЭКГ, но перерыв должен быть от трех до семи дней. И перед назначением нового препарата еще раз обязательно проконтролировать интервал КУТ на ЭКГ. Не забываем, это не тема нашей сегодняшней встречи, про антикоагулянтную подготовку. Мы можем без антикоагулянтов восстанавливать ритм, если продолжительность фибрилляции предсердия не более чем 48 часов. Однако, после восстановления ритма мы все равно назначаем препараты на антикоагулянты на 4 недели. А дальше оцениваем риск тромбоэмболических освобождений по шкале ЧАЦ-ВАСК. И если этот риск повышен, мы продолжаем назначение антикоагулянтов. Можно ли сократить трехнедельный промежуток подготовки, если продолжительность фибрилляции предсердий была более 48 часов? Да, можно, если на фоне приема антикоагулянтов сделать через пищеводную эхокардиографию. И если тромба не будет, то можем останавливать ритм. Но в этот момент наши пациенты должны обязательно принимать антикоагулянты. Если такой возможности нет, пароксизм 48 часов и больше, то мы обязаны провести подготовку антикоагулянтами не менее трех недель. Почему я так сказал? Потому что для прямых оральных антикоагулянтов это достаточно. А для варфарина наш пациент должен находиться на целевом уровне МНО, от двух до трех, в течение трех недель. Поэтому определенное время понадобится для подбора дозы препарата. Не всем пациентам мы можем восстанавливать ритм на догоспитальном этапе или даже по скорой помощи. Госпитализации требуют пациенты с пароксизмом, фибрилляцией предсердий и нарушением гемодинамики. А также если пароксизм сроком до 48 часов, а все наши действия на догоспитальном этапе по восстановлению ритма были неэффективны. Отдельно надо обратить внимание на фибрилляцию предсердия с частым желудочным ответом. Если частота более 180 в минуту, лучше ритм восстанавливать в условиях стации онара. А как же выбрать оптимальный препарат с максимальной эффективностью для купирования пароксизма фибрилляции предсердия? Выбор на самом деле у нас не такой большой. Пациентам без выраженного органического поражения сердца препаратом выбора будет пропофенон. Причем он может быть в таблетированной форме и в внутривенной. И нужно отметить, что разница в скорости действия в общем не существенна. После внутривенного введения, восстановления ритма обычно через 2-3 часа. После парорального приема через 3-4 до 6 часов. То есть препараты действуют быстро. Прокаинамид вводить надо медленно. При быстром введении, к сожалению, высокий риск гипотонии и пациенту будет очень плохо. Но главное, некоторые исследования показали, что эффективность этого препарата сопоставима с плацебо. Поэтому если на прокаинамиде ритм восстанавливается, то можно вполне понаблюдать за пациентом. И вполне возможно, что ритм у него восстанавливается и спонтанно. Амидарон – это препарат резерва по нескольким причинам. Первое. Препарат действует отсрочно. Поэтому активное применение препаратов на скорой помощи несколько странно. И, конечно, с учетом большого количества побочных эффектов, мы резервируем этот препарат для пациентов с выраженным структурным поражением сердца, выраженным органическим поражением сердца. Повторю, что это такое. Это сердечно-недостаточности со сниженной фракцией выброса. Это нестабильное течение ЭБС. Это перенесенный инфаркт. И это выраженная гипертрофия левого желудочка 15 мм и больше. Хотя у этих пациентов, конечно, в условиях стационара методом выбора будет электрическая кардиоверсия. Говоря о таком препарате, как пропофенон, мы прекрасно знаем огромную доказательную базу. Вот, пожалуйста, перечень далеко не всех исследований по эффективности и безопасности препарата для купирования пароксизма фибриации предсердия. В том числе ряд исследований был проведен у нас в стране. А вот европейская оценка эффективности и безопасности пропофенона. Пропофенон является эффективным препаратом внеотложной терапии для конверсии недавно возникшей фибриации предсердий и в качестве плановой терапии для предотвращения рецидива фибриации предсердий. Повышенный риск возникновения трепетания предсердия и пароксизмальной наджелудской тихикардии был переоценен для пропофенона. Это нежелательное явление наблюдалось во всех группах лечения, включая плацебо, с одинаковой и низкой частотой. А как же купировать пароксизмную фибриацию предсердий при ВПВ? Конечно, методом выбора является электрическая кардиоверсия. Из препаратов разрешено введение, опять же, того же пропофенона и прокаинамида. И есть такой вот, как сейчас модно говорить, лайфхак. Чем выше частота сердечных сокращений, тем больше, более эффективен пропофенон при купировании пароксизма фибриации предсердий. И тем вообще больше шансов, что мы ритм достаточно легко восстановим. Поэтому с учетом противопоказаний эффективности и безопасности, пропофенон является антиэритмическим препаратом первого ряда у пациентов без тяжелого органического поражения сердца. А две формы препарата очень удобны. Можем применять и в рамках таблетки в кармане, о которой мы сейчас поговорим, и в амбулаторном учреждении, и по скорой помощи, и в условиях стационара. Кстати, предварительное введение таких препаратов, как амиадарон или пропофенон, увеличивают эффективность электрической кардиоверсии, если впоследствии она понадобится. Давайте посмотрим, как пропофенон вводится внутривенно. В ампуле препарата 10 мл это 35 мг. Обычная доза на введение 4 ампулы 140 мг. Это 40 мл. Их можно вводить медленно, каждую ампулу приблизительно в течение 2,5 минут. Можно все 4 ампулы добавить во флакон с 5% глюкозой, оставив там, допустим, 50 или 100 мл декстроза. И внутривенно капельно в течение 10-15 минут на глазок, не нужен инфузомат, ввести препарат. Хорошо переносится, вероятность каких-то побочных эффектов минимальная, однако при введении антиритмического препарата любого первый раз крайне желательно и рекомендуется ЭКГ наблюдение. Таблетка в кармане. Это применение пропофенона самим пациентам в домашних условиях для купирования пароксизма, феврилляции председаний. Для этого нужны в первую очередь разрешения врача и четкие письменные рекомендации. Как же мы применяем пропонор? Если первый прием препарата в стационаре, то 600 мг однократно. Если масса тела меньше 70 кг у нашего пациента, даем 3 таблетки, 450 мг. Обычно в таблетке 150 мг, иногда бывает 300. Мнение специалистов. При первом приеме в домашних условиях возможна схема пропофенон 300 мг сразу, затем через час еще 300 мг. Сразу хочу вас предупредить. Если во время приступа снижается давление, если по каким-то причинам невысокая частота сердечных сокращений, например, пациент перепутал феврилляцию с частой экстрасистолией, применение пропофенона в таких условиях не разрешается. А какая же эффективность? Что мы ожидаем при применении метода таблетки в кармане? Смотрите, если пациент просто примет успокаивающий препарат и какую-то пульсурежающую терапию на паранопрелин, то вероятность восстановления ритма через 6 часов составит 39% приблизительно. То есть у каждого третьего. Если мы дадим нашему пациенту пропофенон, то эффективность достигнет 78% приблизительно. То есть у трех из четырех ритма восстановится и не придется вызывать скорую и не придется тревожиться в следующий раз, потому что когда наш пациент задает вопрос врачу скорой помощи, а что же делать в следующий раз, когда у меня будет пароксизм, врач обычно говорит, а вы вызывайте скорую. Как человеку ехать на дачу, в гости, в отпуск? Об этом почему-то мало кто думает. Думает. Восстановили ритм, а как его удержать? Это еще большая проблема. Какие антиаритмические препараты мы можем для этого использовать? У пациентов без структурных заболеваний сердца профилактику фибрилляции предсердия лучше начинать с бета-адреноблокаторов, конечно, если нет брагикардии и аритмия связана с психическим или физическим перенапряжением. Опять же, без структурного заболевания сердца можем применять любые препараты первого С и третьего класса. У нас в руках есть пропофенон, алопенин, этоцизин и саталол. А как сделать выбор между ними? Все очень просто. Чем выше частота сердечных сокращений в межприступный период, тем больше крен в пользу пропофенона и саталола. Если частота невысокая около 60, то препаратами выбора будет алопенин, этоцизин. Вы скажете, а можно применять эти препараты у пациентов с высокой частотой сердечных сокращений? Да, можно, но тогда придется еще добавлять бета-адреноблокаторы для контроля частоты сердечных сокращений. Амиадарон является препаратом резерва и применяется у пациентов без структурных заболеваний сердца, только при невозможности или полной неэффективности других антиаритмических препаратов. Хотя в данной ситуации, конечно, мы должны в первую очередь решать вопрос о проведении абляции. И, наконец, амиадарон является единственным препаратом, который можно назначать пациентам с выраженным органическим структурным заболеванием сердца. Однако потребуется очень серьезный контроль за многими органами и системами нашего пациента. Это контроль за состоянием легких, щитовидной железы, глаз и так далее, печени. То есть препарат требует очень серьезных усилий по обеспечению безопасности. Итак, плановая антиаритмическая терапия. В какой дозе мы назначаем препараты и какие? Если это пропофенон, обычная средняя терапевтическая доза 150 миллиграмм три раза, при неэффективности 300 миллиграмм два раза. Вы скажете, максимальная суточная доза для препарата 900 миллиграмм. Соответственно, если на пропофеноне возник парапсизм, мы можем оккупировать по общей схеме тем же препаратам, но суточная доза не должна превышать 900 миллиграмм. Если на фоне пропофенона, это не часто бывает, потому что у препарата есть небольшой бета-адреноблокирующий эффект, частота сердечных сокращений достаточно высокой остается. Тогда возможна комбинация пропофенона с бета-адреноблокаторами. В небольшой дозе назначается бисопролол или метопролол и ни в коем случае не допускается снижение частоты сердечных сокращений менее 50. Оптимальная частота утром в покое будет около 60. Саталол 80-160 миллиграмм два раза. Вы скажете, какая доза-то большая. А в дозе меньше, чем 160 миллиграмм в сутки саталол имеет свойство неселективного бета-адреноблокатора и по антиритмическим своим свойствам не выигрывает у обычных извините, скажем так, селективных бета-адреноблокаторов у метопролола и бисопролола. Поэтому, если доза саталола меньше 160 миллиграмм, необходимо просто замена на бета-адреноблокаторы. Алопенин 25 миллиграмм три раза, эпоцизин 52-3 раза в сутки и амидарон особым образом. Нагрузочная проба 600 миллиграмм по таблетке три раза в сутки до общей дозы 10-12 грамм и дальше переходим на поддерживающую дозу. Ни на каком антиритмическом препарате мы не допускаем снижения пульса меньше меньше 50. И уже в финале несколько последних слайдов особенности применения саталола. Не забываем необходимый контроль интервала КУТЭ, обязательное определение креатинина перед назначением препарата, потому что это может потребовать изменения режима приема препарата, а при клиренсе креатинина меньше 40 саталол противопоказан и наконец нельзя применять препарат у лиц с высоким риском пируэтной тахикардии, а это женщины в возрасте старше 65 лет, принимающие диуретики или имеющие хроническую болезнь почек. Вы скажете, а какая же диуретическое основание для применения пропофенона? Есть приказы Министерства здравоохранения, которые говорят о том, что пропофенон внутривенный должен быть на скорой помощи, а пароральный внутривенный в укладке амбулаторного лечебного учреждения, чтобы мы могли в условиях дневного стационара восстановить ритм. Диспансерное наблюдение, впервые выявленное фибрилляцией предсертии, требует консультации кардиолога и ритмолога для определения тактики лечения. В дальнейшем наблюдение осуществляется кардиологом, терапевтом или врачом общей практики. Минимальный объем обследования вы видите на экране. И если проведена абляция, опять же, одна консультация кардиолога, а дальше пациент, скорее всего, будет наблюдаться у терапевта или у врача общей практики. Поэтому знание антиаритмических препаратов, подходов к лечению фибрилляции предсертии настолько важно. Если вам нужна дополнительная информация, посмотрите, пожалуйста, со статьи с моим участием написаны, где более подробно освещена эта тема, а также рассказывается о применении антиаритмических препаратов. Спасибо вам большое за внимание. Увы, при применении антиаритмических препаратов остаются темные пятна, я бы даже сказал, вот такая темная сторона луны. Спасибо. Еще раз спасибо большое. Как всегда, ваше выступление, оно такое чисто конкретное. Это точно. Я не вижу вопросов, почему. Я тоже почему-то не вижу вопросов, очень странно. Ну вот, я бы спросил первое, что вы показали приставку к айфону, там, любую. Прямо комментарии к тому, с чего вы начали. Это приставка американская к айфону. Так как она официально не поставляется, ее к айфону прикрепить нельзя, только к андроиду. Ну а сейчас китайцы выпустили аналогичные приставки, мои пациенты пользовались, сказали, что вроде неплохо. Она называется кардио. Я как раз и хотел спросить, купить-то можно? Она похожая китайская можно. Эту нет, только в тех странах, куда она вставляет. Какая-то, то есть какие-то появились в России. Через Алиэкспресс можно купить китайскую приставку. Она выглядит точно так же. Цена около 7 тысяч. Да, это вот следующий вопрос неприличный. Сколько стоит, 7 тысяч. Ну 7 тысяч это не супер большие деньги. Хорошо, а часы использовать можно? Ну, к сожалению, только iWatch, они очень дорогие. Они очень дорогие, поэтому не все могут себе позволить. Сейчас многих они уже появились, поэтому на самом деле этот вопрос такой. Вот появилось два вопроса. Можете сказать про препарат сотогексал? Да я вроде бы все рассказал. Это неселективный бета-адреноблокатор, который в дозе 160 мг в сутки является полноценным антиритмическим препаратом, но надо знать, как его назначить. Обязательно сделать перед этим креатинин, при повышении креатинина могут быть противопоказания, и на фоне приема сотогексала частота сердечных сокращений утром в покое должна быть около 60. Если частота выше, то дозу надо повышать. Неплохой препарат, но у него есть свое место и вообще идеального антиритмического препарата нет и быть не может. И еще вопрос про радиочастотную амбляцию. Показания радиочастотной амбляции всего две. Неэффективность лечения и желание пациента. В рекомендациях сказано, что если хотя бы один антиритмический препарат был неэффективен, мы уже этого пациента можем направлять на амбляцию. А противопоказанием будет, к сожалению, изменение размеров сердца, в первую очередь выраженное расширение левого претерги, обычно не берут более 45 миллиметров, или какие-то тяжелые структурные поражения сердца. Хорошо, а если, например, вот ситуация относительно молодой человек и у него там что-то с пучком, что же показания? Да, но смотрите, там иногда бывают осложнения в виде редких случаев, но иногда бывают повреждения соответственно пучка, и иногда оказывается требуется установка кардиостимулятора, поэтому нужно четко понимать, где вот этот круг неправильный электрического импульса проходит, антиаритмологи, они после электрофизиологического исследования достаточно четко это все говорят, и четко оценивают риск, его всегда. Ну да, но я просто к тому, что у меня, например, в семье оказалась такая проблема несколько человек, ну семья, правда, здоровая, такая большая семья, несколько человек имеют пучок, и вот один из моих, получается, мой племянник, ему там около 50, мы его подвергли обляться, причем дважды, потому что он здоровый мужик такой, физически крепкий, и с первого раза не получилось, но там получается вот именно такое показание, причем он справлялся всегда сам, а тут что-то не справился, и вдруг ко мне обратился, я говорю, ты раньше не мог вообще до 50 годов дожить с этим? Ну все-таки для дополнительного пути проведения более характерна наджелудочковая тахикардия или типичная форма фибрилляции предсердия, в этой ситуации, конечно, абляция очень эффективна, то есть выше 90% эффективности. Ну и, соответственно, такой же вопрос, а как вот с этим вот быть? Все, забыли? Глазки тереть? А, нет, нет, при наджелудочковой тахикардии это вагусный прием, глубокий вдох, задержка дыхание, натуживание и держать сколько можешь, 10-12 секунд, при наджелудочковой тахикардии эффективность высокая, при трепетании, если мы будем снимать ЭКГ, то будет какой-то эпизод, когда РР увеличится и мы увидим волны трепетания, это даст возможность как минимум поставить диагноз, а если наджелудочковой тахикардии, то вы ставите ритм. То есть рассчитывать на то, что потеряв глаза восстановишь, не получится? При фибрилляции нет и при атипичной форме трепетания и предсердки тоже нет. При типичной обычно тоже не помогает, но мы отличить не всегда можем типичную форму трепетания и наджелудочковой тахикардии. Ну просто это как бы у всех засело в голове, что это первая помощь. При наджелудочковой тахикардии. При наджелудочковой тахикардии. Так, можно ли применять алопенин как поддержка терапии после приступа перцательной аритмии или обязательно сочетать с бета-блокатором? Вы знаете, я уже сказал, конечно, можно. Это препарат выбора в первую очередь у тех людей, у которых изначально невысокая частота сердечных сокращений, потому что алопенин практически не урежает. Если мы хотим назначить препарат человеку с достаточно высокой частотой сердечных сокращений, тогда комбинируем с бета-блокаторами. И еще раз напоминаю, частота сердечных сокращений менее 50, все антиаритмические препараты, даже которые вроде бы не урежают пульс, алопенин и атоцизин противопоказаны. Понятно. Можно ли пояснить по режиму дозирования пропанорма в инструкции сказано, что если пациент хорошо идет на 450 миллиграмм в сутки, три раза по 150, его можно перевести на двукратный прием по 300 миллиграмм. С моей точки зрения смысла никакого в этом нет, в этом никакого смысла нет, увеличивать дозу, но если уж очень человеку неудобно. Наоборот, отменить уменьшить дозу. Конечно, конечно, вы знаете, буду честен, если очень долго не было приступов, я иногда все-таки оставляю пациентов на пропофеноне 150 миллиграмм два раза и смотрю, что будет. Особенно, если была абляция, потому что после абляции иногда удается вести пациентов вообще без антиритмических препаратов, а если есть учащение чистоты сердечных сокращений, то на бета-блокаторах просто, что, конечно, предпочтительнее. То есть вопрос все равно тетрования дозы, он остается? Безусловно, под контролем ЭКГ, где мы в первую очередь на пропонорме смотрим на комплекс QRS, не допуская его расширения, более чем на 25%. Если полтора года нет приступа фибрилляции органического поражения, сердца нет 76 лет, ну ладно, нет органического поражения, нужно постоянно ли принимать антикогулянты дальше? Великолепный вопрос. С вами тут разойдемся. Великолепный вопрос. Все на самом деле очень просто. В соответствии с рекомендациями да, нужно, но я бы сказал так, я бы сказал так, теоретически, если этому человеку поставить петлевой регистратор, и полтора года ничего не было, левое предсердие не расширено, а я в это слабо верю, вот, тогда, может быть, и можно отменить, но мы должны быть готовы, как только бессимптомно у пациента появится хотя бы 30-секундная пробежка фибрилляции предсердия, возобновить антикогулянты. Поэтому, по-простому скажу, нужно продолжать. Ну, я тут должен абсолютно согласиться. Причем, я хочу сказать, что у вас еще кроме нарушения ритма есть такая тема, как любая инфекция, которая тоже запускает гиперкоагуляцию, которая кончается теми же тромбами в ушки, а потом вы будете ломать руки и рвать волосы, что у вас инсульт случился. Оно вам надо, при том, что препараты антикоагулянты, они совершенно сейчас безопасны и доступны. Ну и возраст, вы понимаете, что это, все думают, что вот старший возраст, это так опасно, но возраст это независимый фактор риска. И с возрастом риск тромбоэмболических осложнений будет еще выше. Зачем вы бы рисковать? Да, я еще сейчас как-то проникся этими антикоагулянтами оральными прямыми. Так, РЧА предпочтительный способ лечения более безопасный, нет необходимости литерного приема антиаритмиков или нет? По-разному бывает. Мы надеемся, что может случиться такое, что через 3-4 месяца после того, как я по-простому скажу, подживут эти ранки, назовем так, восстановится сердце после РЧА, возможно, антиаритмические препараты можно будет отменить, но не факт. Время только покажет. Ну да, опять мы возвращаемся к вопросу тетрования, индивидуального подбора, тут нету жесткой какой-то такой привязки, рекламы, не рекламы, а регламентации, что этому можно, этому нельзя. Но в принципе, как бы вот сейчас такая тема пошла, что надо, ну во-первых, мы стали мочь это делать, потому что раньше этого же ничего не было, в мою бытность. Ну и надо добавить, что после абляции, вот я вижу, есть пациенты, у которых все-таки высокая частота сердечных сокращений, тогда мы им просто оставим бета-блокаторы в надежде, что их хватит. Тут мне кто-то возражает, вы сказали, что антикоагулянт достаточно безопасен, но все же есть риски ЖК-событий, имеет ли смысл в протекции ЖКТ? Спасибо. Значит, антикоагулянты не вызывают никаких нарушений в желудочно-кишечном тракте, не путайте их, пожалуйста, с аспирином, это две совершенно разные группы препаратов, НПВС, аспирин, они, да, вызывают нарушение желудочно-кишечного тракта, вплоть до язвы с кровотечением. Антикоагулянты сами по себе ничего не вызывают, они могут усиливать кровотечение, если там что-то случилось в желудке, или там, я не знаю, геморрой потек, или менструальное кровотечение, носовое, да, они увеличивают силу кровотечения, но сами по себе они не дают никаких осложнений. И, к сожалению, когда мы смотрим работы западные, то там не разделяются больные, принимающие одновременно аспирин, НПВС и, соответственно, антикоагулянты. Вот мы всем рекомендуем отменять аспирин всегда, тогда никаких особых проблем нет. А если вы будете вместе с аспирином, ну что делать? Тут ждите неприятностей. У меня было несколько пациентов, у которых на фоне приема антикоагулянтов развилось желудочно-кишечное кровотечение, и это дало возможность диагностировать рак на ранней стадии. Кому? Причина. Ну да. Без кровотечения. Само по себе без проявления заболеваний, ну не дают они, ну честную ссору, мы уже прошли сейчас, поэтому мы можем сказать, что практически безопасно. Есть ли достойные аналоги оригинальных антиаритников, видите ли, разницу на препаратах России и импортных? Смотрите, аллопенин и атоцизин по сути отечественные препараты, их за границей нет. Ну то есть в Европе там нет, их вообще нет. Препараты безусловно эффективны. Их эффективность подтверждали в частности в, забыл уже, как он сейчас называется, в МИДС-кардиологии, ну в Чазовском центре. То есть аналогов за границей нет. Дальше. У нас, например, нет такого прекрасного препарата, как фликоинид. Напоминает немножко пропофенон. Мне очень жалко. Пропофенон выпускают много компаний и в принципе все препараты достаточно достойные. Сотовол тоже выпускают несколько компаний, тоже все достойные. А МИАДАРОН, ну в принципе то же самое. Вот такая ситуация. Ну у нас есть всегда досужие разговоры, что российские препараты хуже, но здесь прямой эффект, поэтому четко можно понимать, что препарат либо работает, либо не работает. даже даже просто по изменениям на ЭКГ. Если интервал КУТ начинает удлиняться, мы понимаем, что препарат конечно же работает. Ну хорошо, тогда если больше вопросов нет, давайте поблагодарим Андрея Валентиновича за прекрасный доклад. Продолжение следует...